так друзья еще один небольшой фильм может быть пригодится сейчас это полисадник это мой участок за номером 3 вы видите корневые отводки которых это и садить не надо вот но использовать можно сами выросли видите я пока конкуренции особой нету я уже отрезал вишню сибирскую стабу она как бы идет считается дикой здесь она надеюсь будет оккультуриваться на переднем плане роскошная черешня бодера вот так вот будем на нее глядеть пока не вмешиваюсь видели да ну то что заросло что делать коса ломается не обращайте внимание я уже собрался купить литовочку найти мы только с коротким лезвием вот это начинает плодоносить вот это начинает плодоносить а это я плодоносить не дал сейчас я вам покажу то что приходится иногда делать я противник обрезки вишни но смотрите сюда черешня где оказалась видите черешня теперь я вынужден делать вот так надеюсь вы это видите вот так вот жалко а давайте попробуем тогда хоть черешню хоть немножко ведь черешня вишню хоть немножко облагородила или нет ну в принципе кушать можно такое впечатление что облагородила еще вырезаю где на шее висит этот фотоаппарата что он показывать не вижу так уже легче дышать еще надеюсь видно а здесь что в небо надо подождать пока ухты а ведь то есть облагораживается но очень себя стесненно чувствую черешня поэтому что я делаю еще одну большую ветку подрезаю сильно сильно вот такой вот смотрите что натворил вот-вот уже вишенка с нее для облагораживает то есть потому что я ем с удовольствием у меня повышенная кислотность я не смог бы есть ну тебя смотрим раз два три рамки позже я их замажу ну что делать ну еще одну ладно свободу черешни свободу так не знаю видели вы что-нибудь или нет ну а черешня смотрите здесь она была мощный росток вот такой вот такой вот такой я его отрезал и привил да привил но это другая другая история показывал те прививки вот еще раз показать вот видите черешня вот знаком да и вишни здесь тоже самое буду ждать и благородится или нет и второй момент смотрите какая красота и какая-то мне такое представление что вот эти прививки потом под землей они все соединяются поповинами и все это влияет так как оно и должно повлиять то есть должны оккультуриваться уже дикари ну никак не получается чтобы вот это вот и сейчас представляете какая она симпатичная мечта ну-ка съедобная теперь мы с вами для композиции картины вот горе для вишни лишний перейдем персиков посадки прошлого года вот смотрите какие тут наблюдения раз два три четыре так несколько отсажена а вот это откуда взялась смотрите внимательно вот вот это вот половинка да вот вторая половинка вот и вот и вот и вот он персик откуда взялся с прошлого года лежал и вот второй получше это уже зашли годом позже а 2002 год 2022 год вот так выглядит то есть весна прошла и второй год апрель-майюль июль сегодня 29 июля полгода ровно пол лета а вот еще смотрите то есть никогда не теряйте надежды все таки это учебный фильм согласитесь никогда не теряйте надежды на то что зайдет годом позже так теперь что делать вот с этим вот или ничего не делать первый год вспоминаем картонной коробкой будут накрыты то они были маленькие по колено это сейчас мощно пошли на второй год попробуем часть из них укрывать саховый фонд вот так вот буду наклонять постепенно они корни собственные они не ломаются так вот я буду делать чуть позже молодежь вот она видите вот есть одна причина по которой зашло где-то половина от того что посажены причина простая никто не ухаживал даже не то ли еще раз не полил чем зайдут годом позже ну а лучшие из лучших к осени будут почти такие и будут продаваться продаваться они будут именно эти Юлия Сергеевна Мерликова моя племенница это ее лично маленький бизнес вот вот этот кусочек сада я называю тепловая подушка посмотрите как он защищен со всех сторон высокий забор со стороны севера нет востока высокий забор со стороны севера до постройки со стороны запада ну со стороны юга более-менее открыт видите но то что я делаю всегда это загущенные посадки для чего для того чтобы у меня потом был выбор вот этот год и прошлый год они молодые совсем но они буквально растут помните я показывал фотографии два года назад год назад Елена Александровна Савинич позировала ее брат Иван вот поверите сейчас я покажу вы думаете что это взрослое деревья это молодежь что-нибудь подносит вот отсюда начиная вот смотрите где пень вот пошли вот эти побеги и эти побеги выросли на высоты сейчас скажу метр два с половиной три метра это только за один сезон я имею ввиду это нет не так они были двухметровые и вот вот только на на самый верхушке метр нарос в этом году вот вот получается и еще год то что ниже 3-4 год в следующем году я жду плодоношение так я не тороплю я не дурак делать лишние раны как другие ран пододел и мура плоды вот а потом болезни болезни из этих ран и преждевременная смерть а здесь тут такого не происходит еще раз полюбуемся вот так вот посмотрите на эту сливовенгерку красивая зараза но тоже еще плодов нет на следующий год только будут а ее задача это дерево называется как и то называется маточным посчитаем 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 20 примерно 40 веток которые будут срезаны на продажу и на выращивание сегодня саженцев на продажу сергеем вот ну и скоро деревья начнут мешать друг другу так часть из них вот это кандидата будет выпилена почему еще не выпилена а чернки нужны будут мешать я посмотрю чего важнее кстати рука не поднялась выводе никто не покупал это то что не пользуется спросом банджурский орех вот что еще покажу а дойдем до першиков персики не укрывали и пришлось очень тяжело по пути совершенно разные плоды делать эти плодовища нет сеансы академика все разные более культурные менее культурные вот я жду первого плодоношения после этого плодоношения будет какие-то продавать будет поздно и выкапать поздно не будет просто спирены лишние а те которые тут благородные плоды оставлены так дальше так же точно сеяниц королевского лучше оставил вот уж очень хорош плоды внешний вид абсолютно культурного абрикоса видите вот и гадая плоды все таки будут вот или вот или вот посмотрим так шутка теперь так в этом году еще не плодоносит у меня тут два дерева сосед привет а я тут бормочу я фильм снимаю а то подумайте что с ним в непорядке даст надо бороться так и раз я тебя показывал кино материться не обязательно вот ну ладно пойдем дальше а дальше это значит а вот маленький успех и так перед вами дерево которое относится группе черных абрикосов посмотрели вот губу раскатали раскатали надеюсь веточки видите они вам нужны ну как-то они пользуются спросом не пользуются а вот пожалуйста это до четвертый год 1 они растут кустом я с их черники беру на прививку поэтому дерево не очень росло ну давайте еще раз посмотрим вот такие будут плоды скажите все железо в тухту продает вот жалко нет в этом году плоду у меня растет два привитых дерево это слива это слива стартовая один дерево вот и вот второе дерево их бывает трудно определять по внешнему виду потому что это то не спутаешь благороднейшее дерево благороднейшее посмотрите на эти листья вот ну венгерка это венгерка вот я уже привыкать не начал я родился в украине а там это ведущая слива колхозный сад тонны собирайте каждое пятое ведро ваше каждое десятое ведро ваше здорово вот так и привыкли ну и до украины родился а в сибири я пригодился и венгерки в сибири тоже пригодились так персики в этом году урожая нет подмерзшие ветки есть ничего поделать не могу и каждый год наслится здесь придется выбирать бочка стоит все время каждый год стоит 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 и никто и не наливает и никто ничего не поливает а а кстати вот сейчас только заметил это еще один черный абрикос надо по бирке посмотреть скорее всего серый бархат это у меня память такая посмотрите такой же как тот но приростов нет почему нет приростов а потому что его эти соседи забили от солнца забили растет плохо значит что получается у меня кандидаты на выпиливание культурный привитый абрикос роскошный и рядом непривитый абрикос вот он можете даже убедиться что у него нет следов прививки значит вот этот красавец граммандина и жалко но между ними метр двадцать значит когда он будет выпилен тогда получит свободу черный абрикос уже будет не один плодик надеюсь сотни таких плодов тыща когда-то дальше еще поняли да придется жертвовать вот это вот рука не поднялась выпилить но еще не поздно продать этот же банджурский орех тоже еще немного он всех забьет это гигант потенциальный и еще один персик вот он красавец главное предназначение вот эти вот ветки на прививку еще пол лет она растут подрастут и станут метровыми наверное все что я хотел я тут вам показал я тут вам все показал персики я привал до еще раз на китайскую сливу красно-синью вот так нормально получилось и персики я привал до банджурский абрикос вот эти вот у нас слива сбоку вот банджурский абрикос сбоку причем я жду с нетерпением плоды не только позапрошлый год я показывал были эти персики небольшие плодики были в этом году нет в следующем году посмотрим сказал слепой а особо также жду ведь я не отрезал светение и плодоношение подвойного абрикоса банджурского плоды облагородились дальше некуда я жду маленького чуда углубление плодов и так как я сейчас отключаюсь может быть еще на том участке а я вчера я показывал я еще назвал помните как один фильм от банджурцев до культурных другой фильм я назвал как-то селекция банджурских абрикосов интересно надеюсь но мне кажется я буду переживать если вот этот абрикос даст крупнейшие плоды как же я выпилю мне надо освобождать место под персики вот под тот под этот под этот а эти банджурцы растут дикий рост такой что жутко смотреть за несколько лет всех заслонят и и забьют и так кандидаты вот этот но не стяжение и вот этот остается только развести руками а сегодняшнее открытие это то что ошибки не произошло еще раз вот это чудо созревает все друзья окажется кидо получилось до свидания